30 июня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники службы охраны уголовно-исполнительной системы. И сегодня гость итогов недели Владимир Логинов, начальник отдела организации охраны ГУФСИН по Челябинской области. Владимир Викторович, здравствуйте. Добрый день. Уголовно-исполнительная система Челябинской области, я знаю, что представлена 22 учреждениями. Так вот, и это не только исправительные колонии. Вот какие учреждения функционируют в составе уголовно-исполнительной системы? И вот служба охраны, какое в них занимает место? Всего у нас, правильно сказали, 22 учреждения, которые находятся под охраной. Это 4 изолятора, 1 тюрьма, получается, 1 лечебно-исправительное учреждение у нас в Бакале находится, а остальные колонии общего и строгого режима. Охрана у нас присутствует везде, в каждом учреждении. Начиная с 1995 года началась функция передачи охраны от внутренних войск в уголовно-исполнительную систему. То есть, на вот как раз сегодня уже 22 года, и получается, охраняем, как отдельное структурное подразделение охраны, все колонии и все изоляторы и тюрьмы вне зависимости от условий содержания у них осужденных. То есть, структурно, получается, уголовно-исполнительная система представлена исправительными колониями, инспекциями, да? Еще служба охраны, где она структурно? Нет, нет. Получается, охрана – это структурное подразделение главного управления федеральной службы исполнения наказаний по Челябинской области. Также охрана в любом территориальном органе есть и, соответственно, в ОВСИНИ, федеральной службы исполнения наказаний. Уголовно-исполнительная инспекция – это отдельное структурное подразделение. То есть, мы уголовно-исполнительную инспекцию не охраняем. Мы охраняем только периметр. То есть, мы осуществляем функции изоляции осужденных от общества. То есть, только эти функции. То есть, периметр охраняемых объектов. Хорошо. Вот ваши сотрудники чем-то отличаются от других сотрудников системы? Ну, во-первых, они отличаются крепким здоровьем и физической силой. Объясняю, почему. Чтобы попасть к нам в уголовную систему, именно в охрану, нужно пройти медицинскую комиссию по второй группе принадлежности. То есть, человек должен изначально быть здоров и физически крепок, потому что нагрузки. Мы бегаем, прыгаем, очень много ходим. Соответственно, для этого нужно и здоровье, как и психическое, так и физическое. Чтобы стать сотрудником вашей системы, что нужно сделать? То есть, начальная ступень какая? Первоначально-то нужно отслужить в органах, ой, в органах, отслужить в армии обязательно для мужчин. Женщин тоже принимают нашу систему. Но так как у нас всего две женские колонии в территориальном органе, то есть четверка и пятерка, которые находятся в Челябинске, в Металлургическом районе, принимают женщин только туда. Сюда принимаются только мужчины. Соответственно, отслужившие армию, прошедшие военно-врачебную комиссию по второй группе принадлежности, сдавшие нормативы по физической подготовке и прошедшие тестирование у психолога. Как только все это они проходят, документы направляются в Москву на утверждение, то есть их смотрят по наличию у них родственников, бывших осужденных или ныне осужденных, то есть всю их историю, так скажем, взаимоотношения с правоохранительными органами, то есть был судим ранее или нет, привлекался к ответственности или нет. И только после утверждения этих проверок мы его принимаем в качестве стажера в любую колонию, в которую он подал заявление. Потом он три месяца находится у нас в качестве стажера. После этого выбывают в учебный центр, у нас их пять учебных центров по России. Там проходит он месячную первоначальную подготовку, и только после этого он становится полноценным сотрудником, уже может получить оружие и идти заступать на пост. У вас ведь есть и профессиональные люди с профессиональным высшим образованием, да, то есть есть вузы вашей системы? Да, вузов у нас получается академия, у нас есть филиал академия в Рязани, и в СКОВИ у нас филиал академии, и семь высших учебных заведений, именно относящихся к Федеральной службе исполнения наказаний. Если кому интересно, можно зайти на официальный сайт и посмотреть, как туда попасть, как поступить, то есть тоже определенные критерии отбора, там готовят специалистов-офицеров, то есть начальников караулов, инспекторов, причем не только по охране, а по всем направлениям деятельности, и безопасности, и оперативная работа, и, значит, инженерно-техническое обеспечение объектов. Учеба составляет там 5 лет, то есть это в институтах, а в академию туда уже поступают после окончания института, там есть уже и магистратура, но есть также в академии, и очное отделение, сразу можно поступить туда. Ну и после окончания, соответственно, они получают звание лейтенант внутренней службы, и распределяются по стране. У нас 86 территориальных органов, то есть есть где служить. Хорошо, то есть проблема такая, как кадровый голод, для вас она существует, для официальной системы? Ну, у нас не то, что кадровый голод, у нас рабочий некомплект постоянно присутствует, то есть на пенсию-то мы уходим рано, у нас же, не секрет, год за полтора, то есть чтобы получить минимальную пенсию, нужно с нуля до наступления минимальной пенсии, отработать всего 12,5 лет. То есть люди, которые поставили себе цель и задачу прийти и получить пенсию, они приходят, получают и уходят. Кто поставил себе задачу служить дальше, они служат дальше. Ну и естественно, те, кто уходит, нужно постоянное восполнение. То есть в районе 4-5% у нас есть некомплект рабочий, но так, чтобы мы голодали сильно? Нет. У нас очень живо идут к нам люди, проблема в прохождении медицинской комиссии. Как в космос. Да, как в космос. Сейчас, тем более, идут у нас дети 90-х, а дети 90-х, сами понимаете, здоровье не такое крепкое, как еще дети 70-х. Да и мало их просто по отчисленности. Ну да, и по отчисленности мало. Поэтому некоторые проблемы с этим есть. Но так, чтобы голодали, мы нет. Хорошо, ну то есть на текущий момент, вот какие особенно востребованные профессии в вашей системе, которых не хватает? И как привлекаете людей? Какие-то льготы есть? Ну, льготы самое главное я уже назвал. Это год за полтора. То есть это самая лучшая льгота. Потом в районе 20 тысяч зарплата для младшего инспектора любой категории. То есть отдела охраны, отдела режима. То есть как только он приходит, он уже начинает получать эту сумму. Плюс, не забывайте, ежегодный оплачиваемый отпуск по России, проезд бесплатный. Плюс 13-я зарплата в размере от 1 до 3 окладов содержания денежного. То есть это тоже выходит где-то еще 3 зарплаты к концу года. Плюс начисление переработки 120 часов. То, что сотрудник перерабатывает, а перерабатываем мы, понятно, каждый. В конце года также выплачивают это еще 120 часов переработки. То есть если годовую сумму денежного удовольствия поделить на 12 месяцев, то получается в районе 30 тысяч рублей. Для младшего инспектора, согласитесь, пришедшего из армии, это в принципе нормальные деньги. Ну и плюс 8 месяцев прослужил, год засчитали. 12 лет прошло, ушел на заслуженный отдых, если, конечно, его заслужил. Нет, пожалуйста, служи дальше. Для младшего инспектора также предусмотрено для любого получение высшего образования. Как и в ведомственных вузах наших, пожалуйста, можешь хоть на очное отделение поступать, хоть на заочное, так и высших учебных заведений Челябинской области, до России любой. То есть это все тоже за счет государства. То есть вот этим мы и привлекаем людей. А как привлекаем? Ну, естественно, через средства массовой информации, через интернет. Но последнее время через военкоматы работаем. То есть приезжаем, значит, у нас устная договоренность с военкомами. Они нам дают примерные координаты тех людей, которые недавно пришли с армии. Мы приезжаем, предлагаем, и очень многие соглашаются. Потому что, ну, пришел человек с армии, не знает, куда на распутье. На завод пошел, зарплата маленькая, в коммерцию пошел. Сегодня зарплата есть, завтра нет. А тут стабильность. 20-го числа каждого месяца мы получаем заработную плату. А вот в Копейских колониях, у нас их 4, как известно, да? А насколько вот кадры есть, вот, то есть не испытывают они кадровый голод, как мы говорим уже? Ну, вы знаете, чем дальше от мегаполиса, так скажем, от Челябинска, тем стабильнее личный состав, стабильная кадровая обстановка. Потому что работы все равно меньше, если в Челябинске ее много, то в Копейске градообразующие у вас раньше было понятно, это шахты. Сейчас у вас 4 колонии, да, градообразующие. Народ охотно очень идет сюда, и за места люди держатся. И, ну, получается, у вас в 4 колониях содержится 30% осужденных от всей численности осужденных Челябинской области. То есть треть в 4 колониях на всю область, да, содержится треть. То есть, получается, ни в одном другом городе Челябинской области нет такого количества колоний, да? Только в Челябинске в самом. А в Челябинске сколько? В Челябинске тоже 4 получается, и 2 изолятора еще. А в Копейске сколько людей работают у нас в целом в колониях? Ну, в целом, смотрите, на одно учреждение аттестованных и неаттестованных сотрудников работает в каждой колонии от 250 до 350 человек. То есть в зависимости от наполняемости контингентом, в зависимости от величины периметра, в зависимости от характера производства. То есть варьируется эта численность. Ну, считайте, если по 300 человек в каждой колонии работает, то есть 1200-1500 в Копейске у нас сотрудников, именно аттестованных и неаттестованных, заняты в тюремной деятельности нашей. Хорошо. А вот, то есть, получается, ну, примерно 300 человек, сотрудников, сколько они охраняют заключенных? Какое число заключенных? Получается, от 4 до 5 тысяч у вас тоже цифра эта плавает. По лимиту наполняемости ваших колоний, этих 4, от 4 до 5 тысяч осужденных. То есть в среднем 1200-1500 в каждой колонии. И каким образом организована вот эта работа? То есть структурно ведь получается, каждая колония – это такое маленькое государство в государстве, где есть своя инфраструктура. Допустим, те же заключенные, они же не просто так расходуют деньги налогоплательщиков, они и сами работают. Конечно. Вот какие производства есть на территории Копейского городского округа в колониях? В основном у нас металлообработка и деревообработка. Если, допустим, та же шестерка, она в основном направлена на деревообработку, то 11-я, первая колония – это металлообработка. Также очень развито швейное производство, работаем с государственными компаниями по пошиву обмундирования, по пошиву спецодежды. То есть работы у нас есть. Не столько, сколько хотелось бы, конечно, хотелось бы больше, чтобы те же коммерсанты, те же предприниматели и госструктуру заходили и давали работу осужденным. Но, тем не менее, она есть, и люди, которые находятся, отбывают наказание, они те, кто хочет, все работают. А досуг у них как организован? Ну, с этим вообще вопросов нет. У каждого на территории учреждения футбольные поля, хоккейные площадки, то есть зимой хоккей, летом футбол. То, что в каждом отряде у них есть спорт-уголки, так скажем, по тяжелой атлетике – это обязательно. Шашки, шахматы – это в каждом, я не знаю, не то, что отряде, а, наверное, совсем у каждого есть досуг. У них есть чем заниматься. И мероприятия проводятся какие-то, да? Обязательно. Да, есть, план составляется годовой, полугодовой, значит, план для учреждения, план для отрядов. Они, согласно этому плану, и выходные дни, и невыходные дни, то есть следуют и постоянно чем-то заняты. Или работают, или активно отдыхают. Владимир Викторович, я благодарю вас за то, что вы пришли к нам в студию. Поздравляю вас с вашим профессиональным праздником. А нашим зрителям я напоминаю, что сегодня гостем нашей программы был Владимир Логинов, начальник отдела Организации охраны Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Челябинской области.